А вот первые итоги Сабантуя уже можно подвести. И пускай настоящий праздник плуга во всем его раздоле в этом году прошел мимо набережных Чулнов, наш телеканал в минувший четверг решил добавить национального колорита и отправлял телезрителей на длинные выходные с хорошим настроением и призами. Первый выпуск нового проекта «Без нынг Сабантуй. Наш Сабантуй» завершился победой двух телебатыров. Как это было, расскажем далее. «Без нынг Сабантуй» рассчитан только на телезрителей, чьи набережные Чулны. Суть викторины – дозвониться в прямой эфир и перевести слова с русского на татарский. От количества отгаданных за минуту слов зависит, какой из вкусных призов достанется. И они совсем не онлайн-формата – в пиццерию или мясной магазин. Рустам Яхин угадал больше всего слов. Не хватило всего одного до суперприза. Но сертификат на вкусную пиццу заработал. Пришел с работы, включил телевизор и смотрю, тут идет передача. Думаю, дай попробую. Набрал номер, подождал чуть-чуть и все. Я сам татарин, татарский знаю. Было не очень трудно, но некоторые слова не знал. Это был Жаворонок. Это Тургай. Настоящим Тургаем, Жаворонком, который первым вышел на телефонную арену и выиграл приз, стал Эдуард Бармаков. Вся его семья кряшены. Но и они не всегда, по признанию мужчины, используют татарский язык в обиходе. Свой язык иногда забываем. Стараемся все на русском, на русском. Идите вот, все на русском. Объясняем на русском. Хотя и должны мы не забывать свой язык. Свою нацию, свой язык. Никто не помогал. Даже супруга говорила, ты такие слова знаешь, но не знаю как. Впереди еще два выпуска телевикторины от Че-набережной Челны. По четвергам в 19.15 сразу после информационной программы Челны-24. Организаторы, к слову, обещают телезрителям слова для перевода полегче, чтобы вкусные угощения от нашего Сабантую достались как можно большему числу участников. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Радий Ганеев, Челны-24.